доброго времени суток зрителям и зачем гостям нашего канала с вами россии мы продолжаем играть в игру imperial glory и это 11 видео прошлом видео мы остановились на том что мы выкупили немножко территорию австрии разобрались с объединенными сицилиями также здесь у нас произошло то что египет освободился гнета россии но как освободился британия напала и общем особо не так в принципе на всех наших фронтах все спокойно постарались немножко поднять экономику подстроить армию и в этой серии я думаю мы займемся с вами тем что нападем на британию а если быть точно то на эти четыре области это марокко тунис триполи и карина и к но для того чтобы нам с этого начать мне бы конечно хотелось бы подготовить плацдарм в виде египта над этим активно работаем у нас 36 одобрения давайте здесь может быть там подстроим какое-нибудь здание они не подстроим у нас не хватает дожили дожди ребята а вообще у меня как бы в планах собрать флот на флот посадить армию подплыть к этим всем островам и потом одним мощным массированным ударом сразу ударить в эти точки и соответственно вычистить британию полностью отсюда для того чтобы здесь ее больше не было она только останется в нидерландах которые хотели бы с нами дружить но к сожалению они почему-то ушли под британию и досталась досталась армия им досталось две территории ну ничего с этим будем что-то делать в комментарии вроде просто увидеть меня человек спросил почему я покупаю у австрии территории я как бы ответил ну я повторюсь я покупаю для того чтобы можно было взять австрию насколько это возможно в кольцо и потом при удобном случае сразу со всех территорий сделать массированное наступление и оставить только столицу то есть соответственно за один-два хода если мы сразу перебросим всю армию на территории австрии мы сможем за один-два хода полностью пройти все битвы и австрий останется только у себя в столице вот здесь соответственно франция я не знаю с францией пока вроде более-менее нормальные отношения россия что-то ко мне относится тоже относительно плохо как и британия но я по этому поводу не переживаю я думаю она ничего здесь меня не сделает хотя конечно у меня стыдно такие отряды иметь очень стыдно очень стыдно но хватит отбить скажем хватит отбить первое нападение так собственно чего сюда выдал напомните мне пожалуйста я вот лично не помню почему сюда вывел но прирост еды у меня 200 в принципе может вас вернуть обратно ладно скажем так раз вывел значит было на то какая-то определенная причина если честно я не помню наверно что-то очень важно давайте подстроим немножко кавалерии этот вот здесь у нас тут у нас тоже что-то должно строиться да тут тоже у нас идет рекрутинг здесь тоже битвы и картинку а ну да мне нужно было обязательно укрепить как бы позиции просто обязательно нужно было сделать я везде по возможности надо мне построить глубоководные глубокие глубокие шахты на балканах построим а в анатолии можно ферму а ферму не могу надо ресурсы но тогда построим глубокие шахты еще больше мы ходу не построим потому что у меня уже не хватает и ресурсов немножко ладно пропускаем ход так вот нам нужно обязательно разобраться с британией который здесь находится ниже нас и желательно конечно мне продолжать дальше выкупать австрию мне кстати очень интересно что будет происходить с армиями которые будут просто физически не влезать на территорию они же куда-то должны будет деться куда-то я не знаю вот смотри сколько у него армии ну пускай он по загоняет тайное количество в корпуса свой а дальше что так кстати давайте может как-то там какой-то союзик что ли какой-нибудь сделаем пруссия австрия хочется грузии смартинный союз государством чего чего хотите предложить что предложить ладно все короче я запутался я хотя хорошо а мирный договор нет ни с кем полиция франция против а я понял моем армии брак браке тоже ни с кем не могу военная помощь пруссия хочет получить военную помощь от россии да сейчас она мне разбежалась уже давать мне военную помощь объявление войны мирный договор улучшить отношения право может улучшить отношения хотя мне нечем улучшать потому что денег у меня нет и вообще я бедный я очень сильно просил по ресурсам знал бы что вокруг такой просаг никогда бы не продавал ресурсы той же самой австрии как это было может выйти три назад ну о чем уже поздно пить боржоми людей не хватает это кошмар новый командир господин у нас не хватает экономическая реформа исследована так что у нас тут дальше следуйте современные порты чтобы построить торговые верфи с новыми причалами погрузочными доками и складами современные порты жизненно необходимы для развития морских трудовых путей позволяет строить урки требуется торговый порт так тут у нас улучшена кавалерия улучшена это не хочу призывной участок увеличит прирост доступных на выбранцев на сто процентов требуется современный госпитал регулярно проводимые рекрутической набором строительства призывных участков позволяют максимально быстро пополнить наши вооруженные силы заманчиво конечно но так а тут что просвещением просвещение увеличит количество очков исследования на 10 процентов наверное давайте я не знаю даже улучшать науки только земельный кадастр короче я думаю давайте будем строить курки шмурки поставим этот так ничего пропускаем у нас на данном ледишки ледишку нас нету давно у меня знаете небольшая проблема уже не помню чтобы у меня не хватало людей не видно все новое хорошо забытая старая проблема возвращается глубокие шахты построены глубокие шахты построены ну все мы в принципе вышли на плюс я думаю уже там сейчас нормально пойдет добыча ресурсов будем ждать кто-то должен на меня напасть обязательно я думаю опа сразу ресурсы ушли торговый порт построен в неаполе современной госпитале а ну конечно еще куча зданий по нас поставил строится затеял большую стройку пил а то чё такое по договору фух мне чуть сердце биться не перестало думал на меня напали резко без объявления войны нового командир ожидает кстати а тут он что-то охраняет а тут три стоят отряда тут два стоят ребята не куртируются тут стоят стоит состоится отлично все у меня очень все радует хорошо в общем как видео я начал огромную большую стройку все строится все производится дома строятся строится инфраструктура нанимается армия то есть видно что у нас жизнь кипит ресурсов уже не хватает к сожалению не успевает у меня так чтобы сразу чтобы так чтобы сразу австрия почему-то подобралась к россии наверно бы час нападать что суть в смысле австрия захватила египет хорошо чисто теоретически сколько австрия хочет за египет попросить территории вот эту хочу 25000 дешево принципе ну тут зато тут можно строить точнее рекрутировать строить и так далее это уже хорошо мне обязательно там нужен плацдарм просто обязательно потому что я хочу вот знаете со всех сторон просто доплить так сказать так пограничные посты построена есть такое начальная школы построения в папской области но ведь я захватил и привез как бы людям процветания развития жили без школ без ферм без нифига то в этом случае еще хорошо что именно я не пришел они примеру россия которая к сожалению сейчас уже ничего нету так государство россия выдвинула торговое предложение они предлагают нам золото за сырье я уже ладно давай великобритания россия против меня плохо относится срок действия с австрии истек срок действия правопрохода истек вот так бывает давайте попробуем может оборонительный союз где тут он был вот с австрий сколько 38000 ребята давайте-ка вы мне сами потом предложите такое о пожалуйста за 29 тем более ну хорошо это как кстати по поводу того что я им деньги даю и это я экспонсирую вот мои деньги обратно не возвращаются принятие на эти деньги я могу купить примеру область снизу франц ищет возможности она платит нам 11 тысяч хорошо франция давай дружить кстати это отличная просто идея для того чтобы сейчас напасть на британию ребятки отличная просто идея но для этого нам нужно подготовиться нам нужно хорошенько подготовиться а подготавливаться мы будем следующим способом значит что я предлагаю как и думаю ребят в общем я так подумал что мы сделаем я думаю надо сделать так в общем мы делаем 1 нашего оберест офицера туда кидаем вот наездников на верблюдах вот это конкретно у нас будет отряд который будет как бы конница на вот вместе с 4 отряда конец в него влезает дальше мы ставим еще одного офицера и дальше мы делаем комбо отряд это артиллерию туда обязательно потом примеру арабских стрелков он кстати есть мы можем их не ставить то есть я как хочу я хочу сделать чтобы к примеру на фрегатах мы подплываем к примеру вот сюда там до вот сюда подплываем на фрегате должно бы два отряда то есть минимум то есть на территории влазит три отряда мы будем допустим два фрегата будем кидать на область каждом фрегате по два отряда в те отряды я планирую собрать один отряд чисто из конницы второй отряд как бы комбинированный между там стрелки там пушки там и третий отряд можно комбинированный как конница стрелки ну то есть максимально больше армии пушки я планирую брать именно для того чтобы в случае если они забаррикадируются в каком-нибудь здании как бы дали залп они как таракана туда побегали конница ударила всех стоптала все то есть мне пушкин уже только и до этого я не люблю подпуск ушек стрелять там сдалека отстреливать это не по мне мне больше нравится вот именно бубой между пехотой поэтому я пушки еще используют рука чиста ради того чтобы стрелять с далека по зданию выбивать их оттуда и когда они убегают то соответственно уже их мочить так вот мне кстати есть три фрегата 4 все четыре фрегата у меня есть значит мы уже туда в принципе сможем туда закидывать людей кстати вот у меня отличная ребята с молдавии вот и отряде как даже можно будет запихнуть вот к примеру сюда мы сразу подготовим так вот эти два зайдут этот один плюс этот можно будет закинуть кстати тоже как на мясо потом подождать отряд конницы это у нас два укомплектованы еще два но в общем еще нанимать и нанимать но мы в принципе можем взять их здесь уже будет более-менее готовый отряд я думаю что мы одним махом должны как бы лупануть вот это я не знаю как назвать фигню вот эту всю короче мы должны будем лупануть правда мне не нравится что у них тут конница тоже есть как тот именно британия покойницы пошла в австри витям что это то что у них крутые конечно егеря но это вот примеру бред кстати это болен не помню вот и ломбардия вот если я выкуплю ломбардию то у австрии все вот эти ребятки все вот эти ребятки они короче вот эти все они все отсыпятся они начнут дезертировать массово поэтому может быть стоит купить потому что видите у него много много этих скажите мне с ломбардии любишь их они тоже гренадёры правильно понял не показалось не гренадёров практически нет вот значит сейчас по плану готовимся к наступлению на британию я думаю что она не успеет мне дать ответку и в принципе мне бояться ничего даже на самой моей худшей маломальской территории у меня в любом случае есть какие-то войска которые смогут за себя как бы постоять и дать ответ поэтому я в этом плане не переживаю вообще поэтому если хотят пусть приходят ну как бы их встретим обязательно так что тут у нас значит здесь у нас в принципе тоже мне надо не нужно а вот эта область не она нужна для того чтоб я сюда завел свои три отряда эти три отряда как раз тут вот иконница хорошие вот а тут красота эти три отряда мы сразу кидаем на эту область они разбираются с этими тремя один фрегат с двумя отрядами кидаем вот сюда а лучше конечно с тремя лучше перестраховаться третий еще два фрегата мы кидаем вот сюда вот это остается у нас марокко ну марокко мы пока можем оставить главное что мы хапанем сразу четыре территории так давайте значит к этому будем потихонечку готовиться значит 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 пушка пушки пушки цепотушки ну давайте вот так пока начнем грузить так вот там и грузим сюда здесь ребятки у нас еще тут готовится ребятки они пойдут тоже на корабль это значит получается ударная группа к примеру для этого а вот в эти два фрегата мы посадим ударную группу вот для вот этого соответственно не будет сдерживать если что силы которые будут идти отсюда ну это вряд ли по поводу флота ну что тут у британии шлюп ну это не серьезно уже какой век они на шлюпах все плавают поэтому я думаю наши фрегаты им вольнут тут мы тоже готовимся значит продолжаем наше приготовление давайте пока пропускаем ход россия там что плавает пусть плавает франция вижу тоже он поджимает британию на своем на своих границах насколько то возможно так новый командир готов отлично это получается что не понял что тут же уже три стоит тут елки-палки ладно покупаем тогда территорию давайте сразу торговое соглашение австрии попросить территорию вот эту уже 26 подорожало наверно дороги построили подорожало я предлагаю 26 они мне его отдают и так государство условно согласно условиям нашего соглашения с государством австрия мы получаем контроль над страной египет имя и провинции что есть хорошо так это стало нашим мы сюда перекидываем сразу свои войска тут мы сразу это да ребятки вот это да ну хоть так вот можно тут что-то сделать уже хорошо же хорошо давайте так сюда мы значит вошли ну мы пока выходим 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 не стесняемся все не стесняемся двигаем вас этих муки даем сюда решаем ход посмотрим что конечно с этого всего выйдет как мы с этим справимся великобритания выполняет миссию картография этой нации бутылки то вся карта этой нации это не поможет я вижу что египет нужно будет поднимать колен я почему-то прихожу во все области тут постоянно какой-то пиздец творится извините за выражение постоянно все запущение не смотрите не фермы не госпиталя вообще тут ничего нет ребята вообще ничего нет это кошмар так ладно 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 вот то все такое что тут у нас значит мы тебя братан двигаем сюда выкомплектованы так выводим тебя пошел по своим делам надо восстановить пробел скажем так тут тоже надо восстановить пробел постановится пробел там все нормально с этим делом нанимается наем идет здесь идет все тогда передвигаемся загружаемся работами работаем ребятки посмотрим что с этого всего выйдет конечно возможно если честно живу большие проблемы но я просто так подумал что нужно ждать вам какой-нибудь экшен правильно без экшена скучно рокировочку сделаем нельзя жду да 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 на согласен согласен нельзя переместить потому что ход уже был сделан не спорю ни на что не претендую я согласен пускай так чё там новый командир ожидать хорошо современная смены парк порты исследована ну давайте видный литейный цех нет давайте все таки земельный что-то там сделаем так вас нам господа тут вы что там долго недолго конечно не нанимаются так значит что у нас здесь есть есть давайте посмотрим в принципе здесь есть один отряд капитан ибрагим паша он находится без войска ва апче соответственно мы можем подойти сюда высадиться и сразу напасть там гарнизон но я думаю там он небольшой и здесь соответственно тоже войск нету то есть вот эти по два фрегата сюда и сюда высаживаемся не делаем вечер в хату ауе соответственно здесь значит у нас что мы нападаем забираем корина реку остается вопрос вот тут вот тут есть войска поэтому понимаете эти войска потом след пойдут сюда скорее всего сюда они достать не смогут ладно давайте еще пока подумаем как нам это лучше сделать подумаем как нам это лучше сделать конечно можно было бы по-хорошему просто у них это все купить но я понимаю что это очень все скучно такая тактика что нужно дать экшен нужно сдать бой что мы в принципе обязательно сделаем кстати я вот думаю может забрать отсюда вы хотят и далеко плыть тогда аж так надо плывать так тут у нас уже там я марме идет ну что ждем тогда еще ждем 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 пока наша армия будет готова конечно конечно желательно мне объявлять войну тогда когда я нахожусь в оборонительном союзе с австрией и францией чтобы я знал что меня в спину не ударят и не то что прям это мои кореша но хотя бы не будет подлого удара в спину это уже будет очень хорошо так все строится все нанимаются надо поднимать египет с колен обязательно так франция предлагает нам заключить союз против империи россия ребят ну не серьезно во первых россия уже не представляет угрозы и за пять тысяч сейчас портить отношения с россией как бы не хочется меня больше интересует британия вот британия я бы подрался да подрался бы конечно так ребята давайте чтобы ускорить процесс мы пойдем заберем нашу помницу у тех папа пару коняшек вот мы как бы пойдем ее возьмем себе кстати чё тупо ну а возьмем вот этих пару конных закинем их сюда и остается толку комплектовать только один этот и моим молниеносным планом бритскригом мы сможем забрать сразу три территории 3 это потолок то есть скорее всего эту все-таки марокко мы оставим британии скорее всего так давайте может какие-то издания построим что ли ферма можно госпиталь казарму лучшему торговый порт специальные школы пограничные посты маяк забилось можно построим фронт работы задан надо поднимать египет я хочу напомнить что кстати мы играем на самым максимальным самым страшным и сложным уровнем сложности срок действия договора воронительном союзе государством австрии и франции стекл хорошо ну точнее плохо ну ладно что как-то справимся мне не нравится ребята вот что что тут у нас голенько пустенько как-то как-то пустовато так австрии считают что он пора с нами дружить еще мои 29 тысяч вернулись ко мне может не радовать а сейчас с нами сразу в дружбу полезет и франция франция тоже любит дружить с сильными скажем так с сильными ребятами типа нас ах ты они сильные а сильные мы а из-за того что мы сильные вот они к нам в союз и лезут и лезут ну где же франция франция ты что не хочешь с нами дружить не поверю в тебя франция так ну забирай забирай его чуть ли не стесняешься все уходи уходи дверь закрой у меня теперь другой так значит тут настроим так так и думать еще арабскую пехоту кстати 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 что мы здесь в зданиях можем построить специальные школы первая армия еще 3 фермы обязательно продовольствие надо поднимать с колен конечно специальные школы ограниченные посты кстати мы опять приближаемся к порогу что мы будем тратить еду намного больше чем производим австрия какого-то хрена вступила блять в войну с францией тем самым меня втянуло в эту войну блин ну не вовремя ребятки не вовремя полковник видал ну короче австрия ты вцепилась ты воюй я тебе так скажу ибо 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 нехуй было лезть у меня не спроси чем ему помочь ничем не нет все они поправовать а как же не туда улочих они наверное напали потом объявили о мире и тем самым сохранили себе территорию что у нас баталью баталью это моих я извиняюсь шампань еще как шампанское братишка тебя не хочу двигать ты можешь просто сюда переехать вот так так и получается сейчас сделаем отряд здесь и делаем отряд здесь и все пойдем в бой только перед тем как пойдем в бой мы еще на строчим везде армию в наших таких провинциях во всех в ослабленных потому что можно ждать чего угодно чего угодно можно ждать так фермы построены в анатолии это не может не радовать ребята это очень хорошо что там ферма построена я хотел перевооружить армию но это очень долгий процесс и тянуть нам уже нету здесь смысла мы уже находимся с вами не то что на финишной прямой мы уже просто вот стоим на финише ребят уже стоим просто на финише так давайте может что-нибудь прикупим у кого-нибудь к примеру кстати я что хотел всегда посмотреть до того чтобы выбить британию сразу может быть одну территорию мы у нее купим великобритания попросить территории сколько ты хочешь за марокко 33 тысячи тунис 23 триполи 21 12 шестландия обалдеть ребят просто обалдеть я вот сейчас могу за свои деньги купить просто вот эти вот все территории вообще без боя просто могу купить эти все все купить без боя абсолютно абсолютно это будет неинтересно давайте наверное возьмем марокко за 33 тысячи и после этого нападем на эти три раз два три я не помню блин можно ли высаживаться там нету порта давайте на всякий случай купим тунис а вот эти раз два три мы захватим обязательно повоюем обязательно купим и территорию тогда когда перед нападением нашим наше нападение уже будучи скоро скоро будет месиво будет весело месиво в склад получается поэтому еще немножко осталось еще немножко осталось и к сожалению играть в самом период горе хотя где мне очень нравится но мы подходим уже к логическому концу судя по названию видео было понятно мы захватим мир на европу там и вот этих папуасов всяких а вот и когда мы это все захватим на это будет конец и нужно будет возможно бегать еще в какую-нибудь стратежку правда я не знаю во что именно и меня куча идей куча мыслей но я понимаю что по времени связи со своей работой я не успею снимать все сразу но если есть у кого-то какие-то предложения такую статью мне можно было бы поиграть прикольно по вашему мнению я обязательно посмотрю обязательно попробую понравится то с удовольствием буду снимать видео прохождение кампании и невозможно я как-то на днях смотрел эмпайр тут убор тоже где-то примерно 1720 10 год тоже там мушкеты там всякие такие короче конницы шмольницы как бы более современная но мне что единственное не понравилось что как-то вот битвы проходит очень вяленько там плане что вроде как и красиво но знаете вот эти вот какие-то как деревянные или резиновые бойцы которые просто стоят ну в общем боевка мне на сама внутри этого ну не понравилось не понравилось и все как бы раз спасли сама по себе да у нас там большая карта там и америка там кто хочет есть ну посмотрим может как бы в нее буду играть или ну в общем есть есть идеи определенная так бы повторюсь хотел услышать ваши идеи кто смотрит кому интересно высказывайтесь с удовольствием посмотрю какие игры вы предложите поиграть в стратегии можно не стратегии конечно но желательно как бы я хочу империал вори за ними чем-нибудь годным переговоре закончить мы что будем сейчас пока не залезешь мы уже пошли в минус по идее бывает что я могу сказать ребят бывает так значит наши ребятки укомплектованы этих мы уже можем выводить они у нас поплывут в морокко а вот эти пацанята у нас поплывут триполи ну а те соответственно зайдут с той стороны на не помню кто там какие-то тоже папуасы не столь важно в общем надо подбираться покупаем у них территорию после этого сразу же сразу же объявляем им войну и начинаю веселую рубилову рубилова не может быть веселыми мы постараемся сделать максимально я думаю замесе будет хороший я верю в нашу армию пруссии ну хотя это не армия пруссии то набранный сброд с округи там регулярной армии не пахнет но ничего надо единственное что я переживаю ребят что у нас здесь могут встретить корабли могут встретить корабли в британии что в принципе не хотелось бы давайте нам там отдать-то посмотрим у нас только что был лимит 99000 золота как я понимаю это максимальный лимит и поэтому надо денежку плата 3 от тратить прятать все не знаю давайте пока завершаем ход там увидел какие-то телодвижения рядом с моим флотом который перевозит бойцов мне интересно просто этот флот тоже кто-то перевозит и мне интересно куда они плывут собственно австрия нам союз не предложила очень интересно очень думаю с этой территории сможет заплыть здесь мы уже на этой территории куда сможем заплыть отлично значит так деньги да у нас деньги уже подходят блин поэтому давайте не знаю давайте давайте что-то подать строить здание здание это хорошо так анатолия давать его на то ли социальные школы построим военный госпиталь много строю стоит на даже давно дорогого учреждения в кастильи глубокие шахты маяк обязательно маяк нужно обязательно стрельбище повышает уровень опыта всех новых реклам классная штука давайте хочу заверните мне такую начальные школы в броденбурге элитные конюшни это где да что австрия торговое представительство обязательно киев как тебе не любить торговый порт пожалуйста давайте современное госпиталь торговое учреждение так специальная школа конечно улучшены специальные школы пограничные посты ребята тут строить и строить еще это кто такой батарея тут вообще каменный век в ганновере торгового учреждения специальные школы все деньги потратил причем потратил так достаточно завершаем вот мне не нравится что австрия делает какие-то телодвижения рядом своей границей я такое жить и люблю ребята хорошо продолжаем текс не всегда эти на месте эти в принципе тоже на позиции этот ход мы пропускаем здесь мне нужно прикрыть тылы на всякий случай давайте такого сборничка сюда напихаем так и здесь конечно же обязательно обязательно тоже чего-нибудь типа такого ну это я переборщил вот так вот тут у нас пацаны в охране есть здесь у нас есть но этой мысли что от хватит кстати сицилия давай военную гавань пожалуйста и торговую верфь как бы залупи да все пропускаем ходок пропускаем ход это у меня еще вся армия не выведена из фортов так у мечты бы забыл упал в амилус минус страшный поеде до конца бы жизни было него нет не покрыл бы но в принципе все на позициях смог смотрите он обзавелся и барин паша обзавелся тремя пушками при отряда пушек немножко до подстроили подстроили ведь обратите внимание подстроили чего придется купить нам тунис давайте нам значит тунис тунис хочу 23 но тебе не запрос есть на тебе 23 тысячи свои предложить попросить я что не спрошу чем пусть я хочет ввести торговлю с водоцовыми питания предлагают 3 тысячи обмена территории тунис на все правильно что-то может и не так опять делаю нет это отдать территорию так еще раз блин в прошлый раз этим затупил и сейчас этим туплю блин так денег соберись торговое соглашение значит с британией я и предлагаю 23 тысячи золото в обмен на территорию тунис ну я прошу территорию тунис прошу 23 это хорошее предложение которое не примут моча не могу хорошо 20 так вот я дам нет попросить попросить территорию для бред какой-то торговое соглашение великобритании отдать территорию от я свое даю ну вот правильно я хочу вас попросить территорию хочу хорошо Келенаку хочу от могу киринок могу 3 а вот хочу тунис все какой-то барбин постоянно мне с этой херней так 23 не просят 23 мне отдайте все вниз мы так согласно условиям нашего соглашения государства великобритания мы получаем контроль над страной тунис и всеми и провинциями провинции не было немного так что кстати 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 ребятки а мы же тут тоже можем построить отрядики кое-какие для поддержки штанов скажем так как бы если надо будет кого-то подхватить а мы такой отрядик так соответственно значит мы берем мы кстати сможем кинуть отряд сюда на помощь и отряд сюда на помощь лучше карта хотя уже будет по 4 они уже и так не влазит давайте потом кого-нибудь высадим там а пока в зданиях построим будем поднимать опять же тунис колен всех поднимаю с колен такой добрый самеритянин просто так ну в общем мы в принципе готовы нанести удар по британии через буквально два-три хода когда подстроиться здесь у нас немножко вот к и мы устроим замес с британией заберем у него у них или у этой королевы заберем марокко триполи и киринаику соответственно у них останется к две территории это которую в принципе я думаю можно купить при желании пока это делать не хочу пока будем готовиться разобраться с британией но перед этим нам нужно будет подождать немножко ходов пока наши войска построиться в тунисе и соответственно нам нужно будет заручиться хотя бы мирным союзом или коалицией с хотя бы с австрией потому что франциями так волнует им нужно перейти через австрию хотя бы недалеко идти но все равно австрия меня пока волнует больше а на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь наш канал ставьте лайки обязательно помогите мне выбрать игру в которую не играть дальше после империал glory ну так же комментируйте дизлайки не только лайки вот не забудьте подписаться ребят я как бы стараюсь для вас и мне очень приятно видеть что мало-помалу но люди все-таки прибавляются люди живые это не накрутка и я рад что кому-то нравится смотреть и кто-то просто смотрит без нравится как бы там ни было всем спасибо всем пока